добрый вечер друзья или доброго времени суток кто меня видит всем привет ну что у нас назревает видимо новый влог наш бойлер вот уже почти два часа в таком состоянии 14 градусов но он не греет он когда греет должен шипеть он молчит так что вот такие дела посмотрела я уже объявление нашла несколько мастеров буду завтра звонить такая вот у нас новая житейская ситуация он несколько месяцев работал плохо грел очень медленно давно нужно было вызвать мастера но все как-то не досуг и теперь бойлер крякнул вот сгорела наша плата процесс кошмар скажем если бы он был бы рабочим то все равно после того как его вот так вот расперло когда его вытаскиваем же деформируется ну да бойлер нужно чистить каждый год особенно у них из-за того что узкое отверстие я поняла найда вот она красота какая красота да в кавычках ой пришла пришла морда пришла хочу вам показать смотрите боже сам тем он лопнул он лопнул вот в двух местах вот раз трещина и вот здесь вот мало то что его раз сперла от накипи вот это все выбивал мастер чтобы вынуть тем стягивал вот смотрите сколько грязи вот я например никогда в жизни не представляла анод полностью раз практически растворился это вообще ужас смотрите кирпичи натуральный ракушняк вот стоит ракушняк и вот практически практически то же самое не спрашивайте сколько лет бойлер мы не обслуживали много видите да какая огромная куча грязи накипи я даже не могла себе представить что такое бывает это ужас в общем ситуация такая бойлер мастер почистил тэн он поставит новый плату он забрал посмотрит попробует ее перепаять вот если ну будем надеяться что получится если не получится то есть еще несколько вариантов то есть либо заменить на другую плату у него есть б.у. вот с новыми проблемами поскольку сейчас особенно в условиях карантина далее что еще и поменяет прокладку ну в общем основная причина в чем в том что бойлер не чистился в итоге накрылся тэн дал напряжение на плату и плата сгорела такая вот фигня товарищи конечно если бы мы его почистили почем и я все ждала да надеялась да не на кого опять же таки все сама в общем надо было его чистить если вовремя был обслуженный почищен бойлер видок зашла с улицы ветер очень сильный у нас на улице и я всяко как солнышко в общем если бы вовремя бойлер почистили то не сгорел бы тэн и соответственно не сгорела бы плата все было бы нормально делать это нужно каждый год ну хотя бы раз в два года поскольку более работает у нас 14 года он был куплен 14 году и за это время до 20 он ни разу не обслуживался то там натурально пол ведра накипи пол ведра мусора там такие кирпичи лежат куски просто это ужас я была очень удивлена когда увидела то количество которое высыпалось из бойлера которое он мастер вообще чтобы тэн ну вынуть он изначально отверткой просто выбивал эти куски накипи потому что даже невозможно было вынуть тэн он у нас илюша как всегда каприза на капризе я прошу прощения уделю внимание ребенку вот не может он полминутки подождать но ни в какую вот срочно дай характер такой ужас ну что друзья хвастаюсь вот так быстро за час это просто прелесть краса красотень я очень рада я очень рада вот и у нас так получилось что хотели поменять насос вот у нас тут есть насос которые электрические по системе по отоплению гоняет водичку хотели поменять но не вышло но не вышло вот хотели снять с теплицы сюда поставить но в теплице насос к сожалению лопнул зимой когда был мороз я честно говоря не догадалась воду слить но я не думала что вода ну честно вообще об этой теплице не думала шоу с ней как с ней так она меня достала ну так ладно бог с ней вот так что в общем пользуясь случаем я тут покрасила стену чуть-чуть было не докрашено покрасила вот покрасила и здесь покрасила стену чем я сегодня молодец вот поскольку видите да все все состояние недоделанности поэтому приходится красить в общем я довольна бойлер греет при всем при том что я пользуюсь водой мою руки посуду тут столы мыло вот бойлер греет я прям прям очень рада мне даже не хватает наверное слов чтобы описать эмоции и мне осталось перенести на свое место ложечки ножички вот но и сюда поставить на место табуретик и ящичек для бумаги и дров я решила ящик тот который был не ставить уж больно он стрёмненький поставила бельевую корзину корзина у нас стояла в коридоре и в корзине у нас да применялась она не поздно не по назначению просто зимой очень нужна сухая бумага поскольку у нас навеса нет как такового вот хранить ее негде поэтому она благополучненько лежала в корзине в общем переселила я корзину поближе к печке но и белье как бы я ее освобожу и будем уложить сюда белье вот как-то так у нас получилось что кроме ящика ничего и больше не придумала а корзина не помню по какой причине она сюда не остановилась не не было для нее здесь места и поэтому в общем получилось так как получилось вот мы сегодня немножечко протопим печечку позжигаю мусор чуть-чуть кое-какой вот 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 я сегодня без макияжа вы уж меня извините по-домашнему перемыла все что могла перемыть на кухне сегодня благо повод весомый вот что хочу сказать я просто чуть-чуть подустала мы еще не ужинали а время уже десятый час я только-только закончила с помывкой вот димка вон сидит уроки делает не буду показывать диму потому что у димы на парте свалка или показать а им вообще все равно нет нет вот она она свалочка я беру завтра завтра с ним сделаем коллективный рейд дадим дадим на твою парту придет ревизору передача есть и ревизор это тот кто проверяет проверяющие с ревизией с проверкой вот есть такая передача ладно что я хотела хотела поделиться с вами впечатлением об александре это мастер который сегодня приезжал который занимался ремонтом бойлера отзывы у меня о нем и впечатление очень положительное во первых как человек очень приятный культурный тактичный в общении рассказал все показал то есть мне как девочки которая извините было максимально все понятно да допустим я не могу передать это своими словами к примеру рассказала как смогла но мне было видно мне было понятно и мне это очень понравилось то есть многие моменты он разъяснил дальше время реагирования возможно я так попала но время реагирования на вызов на звонок было минимальное человек приехал в течение часа плюс такой вот маленький пунктик но для женщин для хозяек он сейчас будет очень важным мастер приехал на вызов меня это удивило я первый раз таким столкнулась он приехал со своими тапочками а это говорит о многом он не поперся в уличной обуви вот вот работу сделал быстро качественно бойлер греет да и он не ушел до тех пор пока не убедился в том что все хорошо но так что я взяла визитку я перепишу его контактные данные оставлю их я не спрашиваю у него я надеюсь как бы ну мастер не обидится потому что то что я сейчас делаю это я делаю без его согласия но мне очень хочется оставить его контакты здесь внизу под видео и вот если кто-то из севастопольцев будет нуждаться в помощи в ремонте обслуживания чистки бойлера то я советую обращаться к этому человеку мне он как мастер как работник его отношение к своей работе его отношение к клиенту мне очень понравилось поэтому друзья севастопольцы очень вам рекомендую обращайтесь работает человек добросовестно добросовестно и качественно вот то что я хотела сказать это чем я хотела поделиться ну а на сегодня у нас все димка вон уже побежал готовить ужин больше слава богу помощник растет вот ложечкой лопаточка деревянной помешает в общем золотые мои всех целую сейчас сейчас я готовлю следующее видео напоминаю у нас на канале пожалуйста зайдите в плей плейлист посмотрите эстафета youtube вот пожалуйста принимайте участие либо я доведу до конца то что я начала вчера я пересматриваю всех своих подписчиков я девка настырная я вас всех найду и проведу эту эстафету самостоятельно вот поэтому следующее наше видео мы будем проводить лотерею и выбирать вот всех кого я найду среди этих граждан владельцев интереснейших разнообразнейших каналов мы будем с детьми проводить лотерею и передавать эстафету пожалуйста друзья проявите бдительность и отзовитесь самостоятельно все-таки мы на больничном уже две недели давайте чуть-чуть поорганизованнее взаимопиар это вещь очень хорошая и очень качественно помогает продвигаться к нашим каналам давайте друг друга поддерживать и филонить мы не будем мы будем с вами дружить для нас для всех это очень важно все ребятки всех целую всем до скорой встречи ждите наших новостей и делитесь обязательно конечно же своими новостями я вчера с таким удовольствием перед сном я просмотрела наверное канала в 12 просмотрела последние видео так что ребята кому успела написала кому не успела извините спасибо вам за то что вы есть до скорой встречи и если вы